Откройте глаза. Посмотрите, страна лишилась более половины своего населения. Не захотели жить в такой стране. Люди уехали, опасаясь мобилизации или магнилизации, опасаясь нищенского уровня жизни, потери рабочего места, потери перспективы. Но ликвидировать госпереворот мы были обязаны и могли. Для этого у нас были все возможности. И, кстати, ваша страна дала пример прекрасный, когда президент своей жесткой позиции практически ликвидировал то, что у нас привело к развалу страны. Три четверти бюджета датируется, три четверти, вдуматься даже страшно, да, датируется счет кредитов и, значит, различных грантов, помощи. Но так зазомбировали, что они прыгали и скакали. Кто не скачет, то и москали. Кричала вся площадь. Москаляку на еляку, кричала вся площадь. Ну вот я смотрел на этих людей, когда поближе показывали, смотрел, какое-то сумасшествие, какое-то безумие всеобщее. Николай Янович, рад приветствовать вас. Добрый день. В Киеве отметили десятилетие Евромайдана. Десять лет, казалось бы, очень маленький срок, но по плотности событий, которые произошли за это время, тут, наверное, год за десять можно считать, уж точно не за три, как это обычно принято. Если в целом, говорите, и главном, к чему пришли за десять лет? По вашей оценке, тем более ваше мнение очень ценно, ведь вы тогда были еще действующим премьером Украины в тот момент. Ну, если вспоминать именно тот период работы нашего правительства, то нам удалось, во-первых, вывести страну из кризиса жуткого, который совпал с мировым экономическим кризисом 2008-2009 года, но усугубился непрофессионализмом руководства Ющенко и Тимошенко. И, в общем-то, страна была фактически разрушена мировым экономическим кризисом и теми действиями, которые были предприняты. И вот то, что нам удалось вывести тогда страну, это было предметом моей особенной гордости. Я вспоминаю, когда был с визитом в Чехии, там такой Вацлав Клаус был президентом, он известный экономист, и он меня встретил очень дружески и сказал, значит, что «Как вам удалось вообще вылезти из этой ямы?» Я, говорит, считал, что все с Украиной, вопрос закрыт. А для меня это было похвала в высшей степени. Ну, мы побеседовали, конечно, так сказать, обсудили, как мы выбирались. И вот, в принципе, Украина в 2013 году, в 2012 году, как известно, мы провели Евро-12 с большим успехом. Вот. И страна была, в общем-то, была получена. Конечно, были проблемы, безусловно. Их не могло не быть, потому что, скажем, после развала Советского Союза, Украина в 90-е годы потеряла 65% СВВП. Что, кстати, вам, белорусам, удалось избежать. Благодаря выверенной политике вашего руководства, прежде всего президента, конечно, вам удалось это избежать. А вот нам не удалось. И поэтому, скажем, 2000-е годы для нас были очень сложными. Вдобавок наложились на постоянную провокационную деятельность американских спецслужб. Там цветная революция оранжевая. Потом незаконный распуск парламента Ющенко. Ну, в словом, много было событий. И вот мы, наконец, вышли на такой вот хороший, уверенный рост. Неплохие у нас отношения были с Российской Федерацией. Были, так сказать, и не только с Российской Федерацией, в рамках Содружества Независимых Государств. У нас 40% нашего товарооборота приходилось. Очень неплохие отношения были связаны с Китайской Народной Республикой. Мы приняли у себя председателя КНР. И состоялась договоренность о том, что в декабре 2013 года состоится государственный визит нашего президента в Китай. И были намечены огромные инвестиционные программы. Относительно неплохо складывались отношения с Европейским Союзом. Хотя то соглашение об ассоциации, которое, собственно, послужило как бы... Ригером своего рода. Ригером своего рода, да. Оно было, в общем-то, не нами подготовлено. Оно готовилось в 2008-2009 году. Тимошенко и Ющенко, грубо говоря. И нам не удалось его переформатировать. Ну, достаточно, я там несколько цифр приведу. Вот в этом соглашении, например, определялись квоты на бестаможенную, беспошлиную поставку пшеницы в размере 20 тысяч тонн. Вот надо сказать, что наш экспортный потенциал 40 миллионов тонн. А квоты нам выделяли всего 20 тысяч тонн. А по мясу птицы всего 2 тысячи тонн. И вот такие дискриминационные отношения и так на самую основную нашу продукцию, аграрную. Я задавал вопросы европейским чиновникам, еврокомиссарам, председателю комиссии Борозу. А что же мы, скажите, пожалуйста, мы открываем свою, так сказать, свою экономическую зону для ваших товаров. Вы для нас вроде бы тоже открываете. Правда, говорите, что наша продукция должна поставляться по европейским стандартам. К чему мы абсолютно не готовы. Но наша аграрная продукция там более-менее готова. Но скажите, пожалуйста, а как же вы ее запускаете? Вы же ее не пускаете. Вы устанавливаете такие таможные ограничения, что никто нашу продукцию покупать не будет. Поэтому велись многочисленные, так сказать, долгие споры. Но дело не двигалось. И тогда мы приняли решение отложить это подписание соглашения, как невыгодного для себя. И, в принципе, я не ожидал, что вот это будет триггером, как вы сказали. Ну, господи, мало ли решение принимает правительство, да? И, так сказать, и не очень-то оно кого-то волнует и колышет. Но, вы знаете, мне поступило в середине лета такой вот сигнал не очень приятный. Ну, наши доброжелатели из ряда европейских стран в частных беседах предупредили нас, что, так сказать, ЦРУ, и не только ЦРУ, но и те, кто в Европейском Союзе занимаются этими делами, дали команду собирать информацию по, значит, депозитам, по недвижимости, по всяким там, значит, офшорам всех чиновников украинского руководства. Ну, откровенно говоря, мне там нечего было, так сказать, стесняться, поэтому сказал, ну, пусть собирают. Но вот надо было к этому сигналу присмотреться, конечно, очень внимательно. Это такой симптоматичный сигнал. Словом, так сказать, вот то, что наши спецслужбы докладывали об организации огирей подготовки, якобы военно-патриотических, которые размещены в Польше, в Литве, ну, и на Западной Украине. Якобы, так сказать, патриотическое воспитание. Но на самом деле готовились те самые боевики, которые показали себя на Майдане. То есть, словом, конечно, были определенные предостережения, но и президенты, я считали, что все это идет подготовка к Майдану 2015 года, потому что на 2015 год намечались выборы президента. Обычно Майданы приурачиваются к выборам, когда власть как бы переходит, она неустойчивая, и можно всегда спекулировать на том, что выборы квалифицированы. Вот в такой обстановке 21 числа наше правительство, то есть, ровно 10 лет назад, приняло решение об отложении подписания. И тут же Киево-Могилянская академия, это ряд, так сказать, такое соросовское учреждение про бандеровского толка, ни одного хорошего специалиста за все время существования не выпустило, которым можно было что-то гордиться. Но зато в громадном количестве выпустило всяких провокаторов, бездельников и так далее, и так далее. Вот оно вывело на площадь независимости порядка, там, около сотни своих студентов. Вот так начинался этот Майдан. Я даже не думал, что он закончится разрушением страны, потерей страной независимости, суверенитета. И вот сегодня обратилась к Украине небезызвестно гинековых по совместительству председателя Европейской комиссии. Я, кстати, забегу вперед, скажу, что я знал нескольких председателей Еврокомиссии. Но были более-менее приличные люди. Там Жан-Квот, Юнкер, например. Ну, даже тот же самый Борозу и до него. Но вот эта дама, это вообще все нормы морали, которые можно нарушить, но переплюнула. Она обратилась к украинскому народу, что европейцы приветствуют стремление народа Украины к свободе. Вот, высоко ценят их храбрость, мужественность, защите независимости, суверенитета Родины, борьбе за процветание. Слушайте, откройте глаза. Посмотрите, страна лишилась более половины своего населения. Не захотели жить в такой стране. Люди уехали. Опасаясь мобилизации или могилизации, опасаясь нищенского уровня жизни, потери рабочего места, потери перспективы. Просто ногами проголосовали против половины населения страны. Ну, что еще дальше говорить? В стране фашистская диктатура. Запрещены все оппозиционные партии. Все, так сказать, каналы, телеканалы, все средства СМИ оппозиционные. Ну, все, что можно, убито, угроблено. И на этом фоне начинают демагогии, что какое-то там процветание, какие-то перспективы. Да никаких перспектив с этим курсом и с этим режимом нет. Вот такая вот ситуация. Представляете, 10 лет прошло. За эти 10 лет можно было горы свернуть. Украину можно было бы не узнать за эти 10 лет. Ну, горы свернули, только вот совершенно в отрицательном смысле, на самом деле. Только в другом направлении, да. Поэтому, конечно, вы знаете, настроение у меня грустное, печальное. И жаль мне прежде всего людей. И вот знаете, что я хочу поделиться с вами каким-то соображением? Вчера я видел телерепортаж об избрании в Аргентине некого Милея. Я посмотрел на этого человека, который кричал, образование к черту, здравоохранение к черту. Еще там что-то все у него к черту. Все распродать, все, так сказать, и так далее. Ну, сумасшедший человек. А народ-то за него проголосовал. Это же надо было так задурить голову. Так зазомбировать. И вот представьте себе, вот у нас тоже, вот те, кто пришли на Майдан, то ли им что-то, так сказать, ну, я условно говорю, конечно, дали выпить. Ничего им там не давали. Но так зазомбировали, что они прыгали и скакали. Кто не скачет, то и москаль. Кричала вся площадь. Да, москаляку на еляку. Кричала вся площадь. Ну, вот я смотрел на этих людей, когда поближе показывали, смотрел. Какое-то сумасшествие, какое-то безумие всеобщее. Ну, вы знаете, западные спецслужбы давно научились управлять толпой. Давно научились подводить вот такому состоянию экстаза, в процессе которого мозги отключаются. Они реально отключаются. И вот все наши выступления по телевизору того периода, и мое в частности, когда я говорил, смотрите, ребята, вы же не обманываетесь. Подписание соглашения означает вступление в Европейский Союз. Нет, врете там, пятое-десятое, вот подпишем, вступим. Десять лет прошло, вступили. Подписание соглашения означает ликвидацию практически нашей угольной промышленности. То есть дотация ликвидируется в угольной промышленности. Ну что? Вот десять лет прошло. Добывали 90 миллионов, сейчас около 6 миллионов. Что вам дальше рассказывать? Цены поднимутся в 10 раз, поднялись в 15. Тарифы поднимутся. Гривны девальвируют. Ну все это произошло еще в гораздо более худших масштабах, чем я, так сказать, думал. Потому что я подумать не мог, что такая будет дикая политика проводиться. Так что, конечно, не просто потеряны 10 лет, а 10 лет ушли на разрушение страны. И вот я очень радуюсь за вас, что ваша страна предупредила вот такое же развитие событий в 2020 году. Если бы вот это вот не подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вот сейчас вспоминаю, уже оглядываясь на ваш взгляд, могло ли быть любое другое событие точно таким же триггером? Или это просто был такой как повод на самом деле? Ну вот смотрите, давайте... То есть ситуация была предрешена, в общем-то, и не важно, что использовать. Давайте мы вместе прогнозируем. Ну, во-первых, вот этот Майдан 13-14 года, да, Евромайдан так называемый, он был полной копией первого Майдана, значит, во времена Оранжевой революции. Полной копией. И он еще тогда, американцами, был задуман как, значит, возможность приведения к власти восстановления тоталитарного режима и превращения Украины в антироссии. Еще тогда был задуман. И вот смотрите, я приведу несколько примеров. Я тогда исполнял обязанности премьер-министра, потому что премьер-министра Януковича тогда отправили в отставку во время Оранжевой революции. Мне пришлось исполнять обязанности премьер-министра. Его прям сразу же отправили, как только, так сказать, начались подсчеты голосов. И вот якобы, чтобы он не влиял на подсчет голосов, Верховная Рада его, так сказать, отправила в отставку. Так вот, смотрите, значит, что меня, так сказать, тогда, скажем, обеспокоило. Мы сотрудничали с НАТО, но устами президента и правительства мы заявляли, что в НАТО мы вступать не будем, потому что большинство населения Украины против вступления в НАТО. И вот это вызывало громадное недовольство американцев и западных дипломатов, политиков вот этой нашей позиции. И поэтому сразу же такое ожесточение было направлено именно против, значит, политиков, которые управляли тогда страной. То есть партии регионов там и нашего блока, в которые входили социалисты там и другие партии. Была запланирована такая провокация, которая должна была сделать Майдан кровавым и обеспечить расправу с нашими, так сказать, политиками, с нашими, так сказать, деятелями. Провокация заключалась вот в чем. В штаб-квартире Ющенко, тогдашнего кандидата в президенты, был подогнан грузовик с двумя тоннами взрывчатки, так на минуточку. И, естественно, когда Ющенко не было бы в штабе, его бы взорвали, этот грузовик. Конечно, погибло там, может быть, человек 10-15 из штаба Ющенко. Но это дало основание боевикам захватить все здания и учинить расправу со всеми. То есть как раз, понимаете, повторение этих аналогов, да? Но не удалось. То есть мы получили благодаря Давиду Жвани, которого, кстати, убили, это депутат Верховной Рады, и тогда он отвечал за безопасность Ющенко. Возглавлял службу безопасности Ющенко. Он приехал ко мне и рассказал об этой, так сказать, возможной провокации. Сказал, Николаевич, надо предпринимать меры, потому что я не смогу, это не я управляю этим процессом. Мы с ним вместе встретились с Ющенко, и я сказал, что Виктор Андреевич, значит, ну немедленно будут проведены аресты, и мы публично устроим, так сказать, вот этот показательный процесс над теми, кто готовит эту, так сказать, провокацию. Поэтому я вас прошу, дайте добро на то, чтобы мы на территории, он занимал территорию Софийского заповедника нашего, вот, значит, мы проведем, вот, так сказать, устранение вот этого грузовика и проведем расследование. Мы убрали этот, естественно, грузовик, и вот эта провокация не удалась. Значит, вот в этот раз была запланирована кровавая провокация с расстрелами, с убийствами. Поэтому вначале они убили некого Нигоянца, потом Жизневского, это их же активисты Майдана. Они убили и выдали эти убийства, как убийства якобы со стороны спецслужб наших. Но не удалось им это сделать, и тогда они пошли вот на массовый расстрел на Майдане, и после этого уже тогда развернулось вот этого каналия террора. Был сожжен, была сожжена штаб-квартира партии регионов. По всей стране начались, были разосланы, подготовлены боевики во все областные центры, не только областные центры. Но на месте всегда находится немало подонков, которые примыкают, естественно, к этому. И вот начались разгромы, значит, штаб-квартир партии регионов и уничтожение активных деятелей. Была запрещена Коммунистическая партия, Социалистическая партия, да практически все оппозиционные партии. Они оставили только псевдо-оппозиционные, уже надо было создать видимость демократии, якобы свободы. И были созданы псевдо-оппозиционеры, которые прекрасно существовали с этим режимом. Так что, вы знаете, вот этот вот, меня спрашивают, можно ли было предупредить или нельзя предупредить было вот этот Майдан. Я ответил, попытку государственного переворота предупредить было невозможно. Она была запланирована, были выделены огромные деньги, подготовлены специалисты, и предупредить попытку невозможно. Но ликвидировать госпереворот мы были обязаны и могли. Для этого у нас были все возможности. И, кстати, ваша страна дала пример прекрасный, когда президент своей жесткой позиции практически ликвидировал то, что у нас привело к развалу страны. Но убеждение президента нашего тогдашнего о том, что надо, так сказать, избежать кровопролития, что надо избежать, значит, военного, так сказать, конфликта, что надо, так сказать, всем мирным путем договориться. Вот привело к такому расшатыванию ситуации и в конечном и той переворотке. Ну, мы же помним и договоренности, но по итогу-то, опять же, вот если вспоминать, обманули. Ведь, причем обманули не единожды по итогу. И тогда действующего президента тогда. Конечно, сейчас там многие обвиняют его в том, что вот он покинул страну, критический момент и так далее, и так далее. Но мало кто вспоминает, что его кинули, по-русски говоря, причем не один раз. Те самые западные партнеры, которые много чего гарантировали. Ну, вы знаете, значит, действительно, не просто кинули, а подло кинули. Потому что эта бумага, которую они подписали, абсолютно ничего не стоила. Сразу же после подписания банды направились в Межигорье. Это примерно километров, может быть, 12 от центра города. Вот. И... Ну, она достаточно была, конечно, относительно защищена. Но толпа-то двинулась очень большая. И вот что там его обвинять? Шли его убивать. И он не мог дать приказ открывать огонь по толпе. Потому что в толпе же были боевики, которым было, так сказать, задание его, так сказать, убить просто на месте. Он не нужен был живым. Его надо было обязательно убить. И тогда вся власть переходила в руки этой банды. И, так сказать, цель Майдана была достигнута. Поэтому у него не оставалось ничего другого, как улететь вертолетом в Харьков. Ну, и в Харьков же отправились. Что там до Харькова ехать-то, Господи, на машинах? Ничего. Отправились вооруженные боевики, чтобы там его захватить. Так что все было спланировано и направлено на убийство основных руководителей, которые могли бы составить как какую-то конкуренцию вот этому режиму. Поэтому я нисколько не могу даже, слово сказать, осуждение в адрес президента. Ну, что ему нужно было сделать? Ему нужно было, естественно, спасать не только свою жизнь, но и тех людей, которые рядом с ними, с ним были и эвакуировались. Это председатель Верховного Совета, это секретарь Совета национальной безопасности и ряд других людей. Ну, уже что случилось, то случилось. А что, кстати, сейчас? Вот вы так скользко в нашем разговоре упомянули, что в два раза меньше стало людей на Украине. Но если так, более-менее приблизительные оценки ваши. Сколько сейчас населения Украины? Ну, вот давайте вместе посчитаем, значит, по состоянию, значит, на 13-й год, 31 декабря, там, ну, или 1 января, там, 14-го года, роли не играет, население Украины составляло порядка 42,5 миллионов человек. Вот, по разным данным, число людей, которые проживали на территориях, которые сейчас киевский режим не контролируют, да? Это Крым, Донбасс, это часть Запорожской области, Херсонской, Харьковской области. Это примерно около, там, по минимальной оценке около 10 миллионов. Сколько осталось? 32. Теперь, Еврокомиссар по делам миграции недавно заявил, что Еврокомиссия обеспечивает различными видами помощи и в странах Евросоюза проживает более 10 миллионов человек, так? Еще 22 остается с половиной, да? Ну, это Евросоюз. А в Россию сколько уехали? Ну, по разным оценкам от 3 до 5 миллионов. Ну, вот из 22 высчитываем, значит, вот эти 3-5, получаем там 18-19 миллионов. Но мы забываем о том, что кто-то ведь уехал в Соединенные Штаты, кто-то уехал в страны, там, в Латинской Америке, в другие страны. Вот. И в Беларусь немало. Так что, вот, причем, замечу, что почему возникли проблемы с мобилизацией, почему эти военкомы хватают силой на улицах людей, затаскивают, избивают и отправляют на фронт? Потому что уехали как раз те, в основном, мужчины мобилизационного возраста. Потому что, ну, еще первое время какая-то действовала, так сказать, подъемка, какая-то была там пропаганда, что на защиту Родины и так далее. Кто-то поддался этой пропаганде. Ну, и сейчас это не действует. Потому что мясные штурмы, огромные потери, которые измеряются сотнями тысяч, ведь когда-то Зеленского спросят и привлекут к ответственности. Почему он угробил, так сказать, мужское население, генофонд наш? Ну, а с точки зрения экономической, можно ли сегодня говорить вообще об Украине как о субъекте мировой экономики, если это подходит ли определение? Это, ну, на фоне того, что мы же видим, как без внешней помощи, ну, сложно представить вообще существование государства сегодня этого. Ну, единственная производящая отрасль, так, более-менее, да, это сельское хозяйство. И то его, так сказать, зерновая часть. Потому что животноводство угроблено полностью. То есть, вот, мы, наше правительство довело, в общем, тоже были потери большие в процессе так называемой аграрной реформы. Вообще, 90-е годы Украина насчитывала 25 миллионов, голов крупного врага этого скота, чтобы вы себе представляете, 25 миллионов. Но за время вот проведения аграрной реформы, когда бездумно были ликвидированы колхозы, совхозы, распоевали стада, распоевали, да, ну, а что сделал там крестьянин, которому вдруг выпало две коровы, да, зарезал, мясо продал, шкуру продал, да и все. Мы целым рядом мер, которые предприняли, увеличили по голове до 5 миллионов, так? И рассчитывали дальше на увеличение, потому что, слушайте, ну, если Украине не заниматься выращиванием животноводства, то кому? Богодатная почва, громадное количество кормов, так? Хороший климат. Вот. Я всегда шутил, палку воткни, значит, в землю, так сказать, она будет плодоносить. Вот. Но вот, значит, после переворота опять бросили на самодельную... Кстати, соглашение предусматривает отмену дотации сельскому хозяйству. Дотации в основном предназначались именно для развития животноводства, потому что растение водства, то чего его датировать? Оно и так прибыльное, особенно там производство масла подсолнечного, там и так далее. Но вот еще в более-менее таком состоянии, да, это аграрный комплекс. Но не благодаря каким-то уж мощным каким-то усилиям кого-то, да, а просто потому, что был приятнейший климат и был приятнейшие условия. Но почва эксплуатируется, я бы сказал, хищническим образом, потому что, например, нельзя подсолнечник постоянно сажать по одному и тому же полю, например. Да, ну и не буду дальше рассказывать, это сложная большая проблема. Вывоз органических удобрений практически прекратился на поля. А что такое органика? Это поддержание плодородия почвы. Ее же невозможно поддержать одним азотом, там и другими удобрениями минеральными. Без органики почва становится бедной и нищей. Вот. Так что надежда на то, что у нас это плодородие будет вечное. Всегда, я помню, даже в советские времена, огромное количество. Ну, что такое 25 миллионов голов крупного скота? Это считай 25 миллионов тонн удобрений органики. Как минимум. Вывозилось на поля, и наши поля, так сказать, удобрялись. Так вот, если сегодня исключить фактор внешней помощи, то что остается-то, кроме производства относительно уже небольшого сельскохозяйственного? Сравнивать, конечно, нельзя, но тем не менее. Ведь, смотрите, население сократилось, животноводства нет. Куда девать зерно? Ведь выращиваем-то все-таки прилично, там, 50-60 миллионов тонн. Это огромные объемы. Значит, куда его девать? Надо его возить на экспорт. То есть, это экспортный товар. То же самое подсолнечник. Огромные объемы, значит, собираем семян. Свои, значит, фабрики. Производим масло в большом количестве. Куда его девать? Такого же нет потребления, как было раньше. Поэтому сельское хозяйство-то еще работает в какой-то степени. И оно меньше всего зависит от всяких правительств, от всяких там... Хотя уже многих забрали в армию, так сказать, тоже там проблемы есть. Но оно сейчас высокомеханизированное, надо заметить, сельское хозяйство. И потом мы не выращиваем же те трудоемкие культуры, которые вы выращивали раньше. То есть, например, свекла, сахарная свекла. Мы производили огромное количество сахара, там, 6 миллионов тонн. Но это трудоемкие. Значит, трудоемкая культура, она требует ручного труда в большом количестве. Просто забросили, да и все. Никому это не надо. Но теперь что еще там осталось? Конечно, какие-то определенные объемы металлургии. Полуфабрикаты в основном. Но страна разрушена, вы абсолютно правы. Полностью, три четверти бюджета датируется, три четверти, вдуматься даже страшно, да? Датируется счет кредитов и, значит, различных грантов, помощи. Но деньги идут в Украину, так сказать, громадными объемами. Я помню наши переговоры с Европейским Союзом. И наше предложение о том, чтобы они оказали нам помощь в модернизации промышленности. И мы так относительно считали, что было бы неплохо, если бы они нам помогли. Там порядка 20 миллиардов евро. Слышать даже не захотели. То есть на модернизацию промышленности нашей, то есть страны, с которой они подписывали соглашение об ассоциации, 20 миллиардов оказалось безбазнословной суммой. И об этом даже говорить никто не захотел. А вот выделить 233 миллиарда с начала СВО, с начала конфликта, то есть на войну выделить, нашли 233 миллиарда. А мы весь объем модернизации нашей промышленности оценивали в 160 миллиардов. Причем на 10 лет. То есть по 16 миллиардов в год. Так выделили 233 миллиарда из них, 175 миллиардов, сразу бабахнув на государственный внешний долг, сразу же. А остальное там были гранты там всякие. И что значит гранты? Оружие поставляли. Танки, которые сейчас на полях горят или сгорели уже. Бронетранспортеры и так далее. Слушайте, ну вот можно много рассуждать. Но вы посмотрите на физиономию вот этого Зеленского. Вы там хоть какую-то мысль о своей стране найдете? Бегающие глазки. Сбивчивая речь. Непонятно о чем. Лозунгами. Разговор. И вокруг него все эти ермаки подалеки. И прочее. Кто там будет думать о стране? И, конечно, мне жаль страну, жаль людей. И надежда на то, что когда-то это все-таки поправится. Николай Яныч, ну кому-то все равно рано или поздно придется думать о стране. Ну или о том, что останется от этой страны. И не знаю, как это будет выглядеть. Никто из нас сейчас не скажет точно. У меня вот вопрос к вам как и к экономисту, и к управленцу. И как к человеку, который многое, многих и много знает о том, как устроен в том числе и финансовый мир Запада. Многих знаете лично. Со многими встречались. Вот мы с вами услышали цифру. 233 миллиарда долларов с начала этого военного конфликта выделено на Украине. Вы лучше меня знаете, что... И привели пример, что когда речь шла о 20 миллиардах на модернизацию промышленности, разговаривать никто не хотел. Просто так. На Западе деньгами никто не расширивается. То есть, уже вложили 233. Как думаете, где они видят способы вернуть эти деньги, причем, естественно, с прибылью? Ну смотрите, значит, тут решается стратегическая задача. Задача разрушения России. И поэтому они так легко выделяют эти деньги, потому что они выделяют их на реализацию задачи разрушения России. Нанесение им максимального ущерба. Никто там ни про Курку в Украину не думает. Слушайте. Украина таран. Ну и прекрасно. Они откровенно об этом говорят. Это не то, что я придумал. Это то, что они говорят в глаза, приезжая с визитами в Украину. Как, например, бывший премьер Джонсон. Он сказал, вы должны до последнего украинца погибнуть в борьбе за свою свободу. Не в борьбе за свободу, а для реализации ваших долгосрочных целей и задач. Поэтому отбить они рассчитывают, да, вот эти деньги на то, чтобы, разрушив Россию, получить доступ к ее огромным минеральным ресурсам. К огромным шим. Ну и устранить соперника. Конечно, это несбыточная фантазия. Но под эту фантазию они очень большие усилия прилагают. Второе. Они же, смотрите, что делают. Как всегда подлое, как всегда хитро. Это поставляют оружие, которое должно было давным-давно выйти из, так сказать, их оборонительного комплекса. То есть они поставляют оружие там 70-х, 80-х, 90-х годов прошлого века. А считают его по современным ценам. И не просто считают, а счет предъявляют. Потому что все же записывается в кредит. Ну, часть грантами, а большая часть в кредит. То есть они рассчитывают с Украины взять когда-то за эти деньги. А одновременно эти ресурсы используются для обновления своего ВПК. Для выпуска современных изделий уже военного назначения. И вот новых изделий они Украине не поставляют. Не поставляют. То есть они просто боятся, что либо, так сказать, продадут, значит, киевский режим кому-то, так сказать, за деньги, либо просто, так сказать, сдадут российским войскам, так сказать, сдав плен там и так далее, и так далее. То есть вот эта подлая позиция, да и К. Байден прямо говорит, слушайте, у нас прекрасная инвестиция. Вы наверняка читали это высказывание, да. Наши солдаты не погибают. Погибают там туземцы. 21 век руководитель самого крупного государства, который демологией там занимается. Знаете, вы правы, я с многими из них встречался и знаю их, так сказать, содержание. Не то, что они говорят, так сказать, на публику там зачитывают какие-то речи. Посмотрите по периметру, что происходит. Найдите хоть одну страну, где спокойно развивалась бы эта страна. Даже вот ваши соседи, якобы былополучная Прибалтика, потеряла от третьей до половины населения на фоне былополучия. Вот я задаю простой вопрос. А чего люди уезжают, если там очень хорошо? Причем не старики уезжают, которым деваться некуда, а молодежь уезжает. Почему? Да потому что она не видит перспективы в этом былополучии. Ну, ввиду того, что уже понятно, что военным путем, вот мы говорим о том, что вся эта история имеет только одну цель. Либо ослабить, либо по максимуму разрушить Россию. И уже оттуда вынимать, что называется, прибыли, вложенные в эту войну. Уже понятно, что военным путем не получилось и точно, скорее всего, не получится. То есть, что, они проигрывают? Да нет. Значит, вот смотрите, как считать. Наивно думать, что для России это не оборачивается очень серьезными потерями и убытками. Оборачивается. То есть, они уже достигли своей цели, и они причинили огромные проблемы Российской Федерации. То, что она выстояла, так, выстояла и сохраняет свою способность развиваться, это громаднейший заслуг ее народа и ее руководства. Но это не означает, что вот все эти огромные санкции и все эти военные действия не наносят ущерба России. Значит, они уже свою цель частично реализовали. Но вот идем дальше. Они не заинтересованы, чтобы прекращать этот конфликт. Для чего? Ну и пусть воюют. Вот их позиция какая. Это с одной стороны. С другой стороны, любое мирное соглашение, бумага, ничего подписанными, ничего не стоит. Поэтому решать эту задачу надо кардинально. На десятилетие, столетие в период. Я думаю, что руководство Российской Федерации это прекрасно понимает. Президент Зеленский подписал очередной список, где есть ваша фамилия. Это там сто чем-то человек, против которых введены санкции на Украине. И вы в их числе. Вы вообще как к этому относитесь? Это не первый такой список, который появился. Но вот ваша фамилия появилась там сейчас. Значит, я 10 лет живу под преследованиями этого режима. 10 лет. Все, что у меня было, все, так сказать, собственность какая-то. Все-таки мне же не 15 лет, а мне 16. Все реквизировано, разграблено. Находится под какими-то санкциями. Возбуждено, наверное, около десятка разных уголовных дел. По измене Родины. Еще почему-то. Предатели страны возбуждают дело по измене Родины. Это они изменяют Украине. Они предают Украину. Поэтому я отношусь к этому абсолютно, так сказать, ну, как сказать, без всяких эмоций. Мне это неприятно, но я на это дело и не смотрю, и не обращаю внимания. Так что, вот таким вот образом. Настанет время, и все те, кто вот этим занимаются, все-таки ответят за свои. Это же абсолютное нарушение Конституции и законодательства Украины. Абсолютное. За это будут отвечать. Спасибо большое вам за этот разговор. Всего доброго. Успехов. Всего доброго. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!